Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал Заквейс. Буквально вчера несколько информационных агентств, которым, в принципе говоря, можно верить, что это не какая-то утка, не домосел досужей желтой прессы, разместили информацию о том, что господин Путин подписал определенный закон, по которому Федеральная служба охраны, ФСО, может теперь изымать земли для так называемых государственных нужд. Под государственным нужным можно подвести практически все. Закон этот муссировался, видимо, весьма давно, потому что в статье и ссылке на запросы, которые ФСО адресовало Путину еще с 2015 года, в 2016 году в августе этот вопрос поднимался повторно, ну и, наконец, я так понимаю, что теперь это закреплено юридически. Кроме ФСО получить такую индульгенцию изымать земли встала в очередь ФСБ. Ну и, соответственно, еще одно ведомство, Министерство обороны, тоже хочет получить такие же полномочия, чтобы также заниматься изыманием земли. Таким образом, я считаю, что де юре закреплен факт царской опричины и осталось только провести через Госдуму еще парочку законов, позволяющие этим и, возможно, другим ведомствам, желающих, я думаю, будет достаточно много, изымать имущество граждан тоже в пользу государства для государственных нужд. Ну и, наверное, третий закон – это право первой брачной ночи. Его тоже необходимо через Госдуму провести, и тогда картина будет вся целиком и полностью законченной. Вот. То есть, весело у вас там жить. Весьма интересным смотрится, когда этот закон был обнародован и, соответственно, подписан. Почему-то в информационное агентство он попал 29 марта. Фактически, уже после того, как прошли вот эти протестные акции он вон больше не ЕМОН. В связи с этим у меня вырисовывалась достаточно интересная версия, почему, собственно говоря, господин Навальному дали эти акции провести. И почему спустя буквально три дня подписывают статьи из закона? Скорее всего, закон этот планировал подписать четко в срок. А акции провели заранее, с тем, чтобы, во-первых, у народа выпустили пар. Если бы произошло в обратной последовательности, сначала подписали такой закон, а потом уже был анонсирован вот эти вот протестные акции, то и резонанс был бы немножко другой, и народ бы вышел немножко с другими лодунгами, и другой бы народ уже вышел, соответственно. То есть, если раньше выходили люди исключительно с активной гражданской позиции, которым не все равно, видимо, что у них в стране происходит, и которые считают, что своим выходом на улицу они как-то могут обозначить свое отношение к этой власти, то когда речь идет о том, что ваше любое имущество могут так просто прийти и забрать, то гораздо больше будет желающих выйти совершенно с другими плакатами и совершенно с другими эмоциями на улицу. Вообще другие люди могли выйти. А так, смотрите, акции провели, все походили, пар выпустили, кого самые активные упаковали в кутузку, назначили штраф, чтобы другим было неповадно, и дальше все. Дальше тишина и молчание. Я не удивлюсь, что если никто из так называемых оппозиционеров никак не будет призывать никаким действиям населения, и это все будет спущено так на тормозах, спокойненько. Все, вы сходили, отметились по поводу Диона, все, до свидания, а дальше сидим, отдыхаем и ждем соответствующих других законов, которые вам скрасят жизнь и улучшат вам жизнь и, соответственно, вам настроение. Вот. И опять же по активности я посмотрел, то есть в процентном отношении это мизер, мизер тех людей, которые вышли на улицу, чтобы высказать свою гражданскую позицию, обозначить относительно численности населения в том или ином населенном пункте, где проводились эти, собственно говоря, акции. То есть это говорит о том, что всем по большому счету пофигу на все это. Ну и, соответственно, вот, пожалуйста, получите закончик такой. Все. Вот. Вот такую информацию хотел донести до той аудитории, которая еще, видимо, не в курсе. Вот. И жду ваши комментарии. Как бы хочу услышать у своей зрительской аудитории, что вы сами думаете по поводу этого замечательного закона. Не опасайтесь ли вы, что этот закон лично вас может коснуться. Ну и, как вы считаете, нужно ли провести еще два других закона о том, чтобы государство могло изымать для государственных нужд ваше имущество. Ну и право первой брачной ночи. А то, может быть, вам имеет смысл самим с такой инициативы выйти и в Кремль подписи понести, чтобы не дожидаться, пока вас всех нагнули и поставили в определенную позицию, так сказать. А так вы уже сразу покажете власть, что вы ее поддерживаете. Вот. Таким вот образом, такие законы. Кстати говоря, если вы смотрели кадры старых международных хроник, информационных именно, вы, наверное, обратили внимание, что подобные игры в других странах, они для правительства крайне чреваты. И народ там просто так мирно хороводневой. Вы посмотрите старые документальные кадры из Греции, там всякие, там Испания, Германия, другие страны. Там народ, если вот до такой ручки давать, или Франция, например, там все очень может серьезно закончиться. Да, настолько серьезно, что если так копнуть еще глубже в историю, например, времена правления генерала Деголи во Франции, там все было очень жестко. Население там, с таким населением там не зашуткуешь, не забалуешь. Вот. А в России, пожалуйста, вас могут поставить в позицию, какую нужна власть, и дальше все это пойдет. Та-та-ра-та-та-та, та-та-ра-та, и все. И никто ничего не скажет. Вот. Это как бы мыслеслух. Вот. А я постараюсь вам что-нибудь выложить про Америку, такое утешительное, на днях. Вот. Одно видео я выложил про свою поездку, давнишнюю уже на границе Трех Штатов. У меня еще много другого материала. Так что попробую вам на неделе как-нибудь настроение скрость. Вам хорошего дня и надеюсь, что у вас все было хорошо. Вот. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok